Итак, дорогие друзья, не очень длинное видео, которым я расскажу, обращу внимание, в принципе, для участников школы, тех, кто гостя, возможно, что-то почерпнут. Именно как успешно можно изучить блокчейн. До написания полноценного DAP-приложения нам надо изучить солидность. Я уже писал видео, оно будет в описании. Почему у новичков не получается понять, как писать блокчейн-приложение? Там показан общий подход. Сейчас я покажу подход человек, который делает правильно, Андрей. Я уверен на процентов 101, что в данном случае у Андрея получится писать приложение на 100%. Он щепетильно делает все, и, в принципе, уже мы сделали вывод. Андрей в данном случае написал себе четкий план. Итак, первая ключевая мысль при изучении любого языка. Новичок должен четко понимать, как изучать язык. Я понимаю, что сейчас вы подумали после этой фразы. Как я буду понимать, если я нифига не знаю о языке? Давайте посмотрим, чем это достигается. Правильно. Достигается последовательными уроками и правильными вопросами. Я даю уроки. Но кроме этого, я постоянно задаю вопросы в группе. То есть человек может пользоваться. Давайте почитаем. Посмотрим вообще. Прикинем. Итак. Постулат номер один. Если вы не будете понимать, как изучать, писать блокчейн-приложения, вы не сможете. Если вы даже кое-как научитесь писать приложения, то они будут некачественные. Что такое качество? Вот это надо определить сразу. Это отличает солидность от других языков. Что это значит? Блокчейн, по сути дела, это сеть аккаунтов. За каждую транзакцию начисляются деньги. То есть это называется газом. И представьте такую ситуацию. Я взял первую павшуюся картинку. Например, если мы переводим или любое действие делаем от одного аккаунта другой, то вот это действие должно оплачиваться. Это называется газом. Если будет у вас неправильный код, то услуга стоит, допустим, 5 рублей, а сам перевод 15 рублей, это не будет нормальная сеть. Это просто будет убыток. Сейчас мы прочитаем, что написал Андрей. Те, кто начал с этого видео, не пытайтесь что-то понять. Ваша задача просто понять замысел. А ребятам школы я бы посоветовал обязательно поступать по принципу Андрея. То есть все проделывать. Итак, если, например, мы берем джанго, ну, например, да, ну и пишем там блог, чат, друзей, это я сейчас говорю в сайте SPB, мы о нем будем еще говорить, для Python, джанго, то, в принципе, для малого проекта, что мы напишем, совершенно не важно, как там будет обрабатываться, потому что для сети все равно Python будет работать быстро. Для среднего проекта мы добавим кэш. Там надо будет только задумываться, в принципе, о скорости для большого проекта, ну, о безопасности. Python сам по себе безопасен. Какой тип данных не берет, он все сделает таким образом, как надо. Почему? Потому что джанго уже сделан. То есть там нам не надо ни о чем задумываться. Мы просто пишем и все. Особого, то есть каких-то вещей, нам надо, чтобы все просто это работало. Солидности так не получится. Здесь есть понимание, изучение особым образом. По-другому тоже не получится. Вернее, получится что-нибудь. А, наверное, лучше, чтобы получилось то, что вы хотите сделать на выходе. Вы бы, например, если мы изучаем язык, надо понимать, а что у нас на выходе. Что я буду понимать по тем, что я действительно блокчейн-разработчик. Я так понимаю, это человек, который способен написать блокчейн-приложение, которое будет работать правильно, при этом использовать будет безопасным и использовать при переводах малый газ. Здесь есть три принципа, которые я говорил ранее в видео. В этом я его рассказывал. Мы в школе подошли следующим образом. Понимание, как вообще пишется сам шаблон. Этим мы занялись. То есть шаблон контракта надо понимать четко, что мы изучили, что есть первичные переменные данные, дальше место хранения и отображение, и логика. Я сейчас просто перечитаю, объяснять не буду. Это в школе рассказывалось. Кому интересно, просто приходите и учитесь. Итак, понимание шаблона контракта. Не зря же в документации разработчики поместили, где четко указали. Здесь показаны основные принципы работы контракта. И в принципе, понимая, как устроен шаблон, уже следующим шагом, при этом, смотрите, мы все это приравниваем. Плюс изучаем солидность. То есть здесь получается, мы идем немножко по-другому, так как язык солидность, он конкретно язык, на котором пишутся контракты. Больше ничего. Поэтому сначала мы должны понимать шаблон, устройство шаблона, их всего несколько основных, там плюс-минус, дальше пойдет уже творчество. Но в любом случае, любой шаблон будет состоять из блока переменных, со структурой или без. Для участников школы это говорит, для новых это один из типов данных, с которым мы уже разбирались. Поэтому я здесь не обучаю, а рассказываю. Ну и так далее. Исходя из этого, мы на то же место, вот сейчас начинаем разбираться с солидностью. Сам шаблон нам помогает понять, какой тип данных, где используется, в каком месте шаблона. И шаблон нам поможет выстроить план. План изучения. Именно тот план, который должен выводить для себя новичок. Сейчас к этому вернемся. И следующий момент, что тестировать. Я, допустим, очень часто вижу, когда люди на таких языках, на JavaScript, Python, пишут в сети, что вот я написал приложение, сейчас бы хотелось написать тесты. Вот это неправильный подход. И тут он не пройдет. По одной простой причине здесь вообще тогда ничего не будет. Если, допустим, человек на Python пишет какое-то приложение, а потом начинает тестировать, то что он упустил? Он упустил всего лишь одну вещь, что его приложение могло быть на процентов 50 лучше. Потому что, как я говорил ранее, хочешь изучить любой язык, хорошо начни с тестирования. Почему? Потому что начинаешь понимать, как работает язык. Именно во время тестирования приходят мысли. Там бы было приложение лучше, работало бы, возможно, быстрее и так далее. В солидности изучение языка мы будем подводить итог, когда мы изучили, а когда мы понимаем, что тестировать. Наверное, для этого надо вывести какие-то постулаты, относительно чего мы будем тестировать. То есть, повторим. Изучение солидности состоит из трех вещей, которые можно было бы вот так поставить. Плюс, 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 да? То есть, это все один блок. Нельзя сказать, что, о, давайте-ка мы сейчас посмотрим типы данных. Вот так это делается в солидности. Это нам ничего не даст. Шаблон, язык, что тестировать. Достигается комплексным подходом. Но прежде чем это будет, это должен вывести для себя новичок. Давайте сначала почитаем, потом это достигается двумя вещами. Последовательными уроками и правильными вопросами. Например, просто в данный момент, вот, когда я пишу видео, мы просто проходим этот момент. Давайте почитаем. И я просто понимаю, что в данном случае, если продолжит, вот Андрей, да, продолжит так делать, то у него все получится. Итак, я задал определенные вопросы. Как вы, после чего задал? Смотрите. Мы для себя в уроках, я рассказывал, писали план, то есть провели комплекс действий, который был направлен на то, чтобы мы себя подготовились серьезно. То есть включало на установку VSTudio, установка ноды, установка тестовой сети первичной, установка расширения, подключение ремикс, то есть чтобы нам сделать все это не в интернете, а в нашей VSTudio. Создание ENV, и в конце концов еще залили на гид, то есть и создали документацию. Основательно подготовились. И в принципе, что я говорил вот в этом пункте, секунду, то есть до этого я последовательно рассказал, а после этого поставил вопросы. Задача человека, который изучает, для меня как преподавателя, добиться от обучаемого трех вещей. Чтобы он понимал шаблон смарт-контракта, чтобы он от шаблона отталкивался и шел к языку, и чтобы при изучении языка понимал на выходе и по ходу, что тестировать, и вносил все эти вещи себе в свою документацию. Кроме этого, я ставлю уточняющие вопросы. Сейчас мы прочитаем. Я поставил вопрос. Мы себе то вбили раньше в плане изучить функции. Как вы понимаете, зачем и как проходить функции? Андрей пишет. Функции в контракте нужны для описания основной логики работы контракта. Можно сказать, что это вся основная работа и так далее, и так далее. Это мысли правильные. И самое интересное, самое интересное, смотрите, я вот вижу, у него появились, то есть понимаю, что человек серьезно занимается. Почему? Потому что в функциях он указал такие вещи. Видно, как человек думает, да? Что считать, что результировать, куда сохранять. То есть он это уже, это не относится, допустим, в Python, мы об этом бы не думали. Но здесь он уже понимает, что от того, где будут храниться промежуточные данные, а в солидности, как мы ранее изучали, есть несколько типов хранения, например, хранилище, память, от этого будет зависеть в принципе качество кода. То есть о качестве кода, это будет говорить о двух вещах. Это цена за транзакцию и безопасность. Как и почему вы полагаете, что влияет на газ? На газ влияют многие моменты. От простого именования переменных структур до взаимодействия с ними. С ними изменение значения и область видимости. Вот тут вижу, немножко пока плавает, но это нормально. Я знаю, что он хотел сказать, просто я вижу. От простого именования переменных скорее всего, Андрей имел в виду то, что я скоро озвучил и то, что мы затрагивали. Он имел в виду, что значения переменных, только так выразился, могут меняться. Но я его понял. Изменение значения. Вот это он и указал. Да, точно. Я правильно понял. Их область видимости. Ну, для ребят, которые начали смотреть, я даже это объяснять не буду. Как вы предполагаете, как место хранения данных влияет на газ? Как мы ранее смотрели, читали, место хранения данных прямо влияет на газ. Потому что данные могут перезаписываться, стоят отдельных денег, данные могут считываться. Это тоже стоит денег. Да и вообще в блокчейн практически любое действие стоит денег. И так далее. Вот он написал, да. На что я ему написал? Ну, вот видите, Андрей, вы написали себе план. То есть на данный период он уже себе определил, что так как в функциях промежуточные данные где-то надо хранить. Значит, он будет обращать внимание на что? Правильно. На места хранения. мы, допустим, указываем... мы указываем... мы указываем... мы указываем... секундочку... память, да, в памяти. в данном примере просто. На самом деле, что сейчас происходит? Происходит следующее. В данном случае Андрей для себя ставит задачу, что нужно разобраться в том, как работают функции, как они устроены. Это задача практически синтаксиса языка. Это одна задача. Второе. Ему надо решать вторую задачу, которая относится к языку солидности. А что применять? Чтобы сразу решить для себя вопрос, на что обратить внимание при изучении. В данном случае, когда Андрей указал, когда Андрей указал, что влияет, то есть место хранения, память или хранилище и так далее, он на это обратит внимание. А значит, он выведет для себя, ага, тестировать я буду хранить данные либо в памяти, либо в хранилище. И где будет цена за газ меньше, то я буду использовать. То есть, при изучении, при изучении вставления плана, он уже на этапе изучения готовит себя к пониманию, что тестировать. Это и приведет к тому, что это и есть профессиональный подход. Не так, что я сначала изучу язык, а потом буду разбираться. Здесь так не получится. Он сразу на этапе изучения начинает понимать, что тестировать я буду место хранения. Но прежде, чем тестировать, он должен был это прописать, что он это понимает. И он это прописал. То есть, он это уже прогнал через себя. Дальше пойдет уже чистая практика. Это очень важные вещи, ребята. Потому что, если мы посмотрим, если мы посмотрим, то я очень четко понимаю, что солидность, это как слоеный пирог. Мы не можем написать хороший контракт, если мы не будем понимать, что тестировать. Ну, берем просто маленький кусочек, что, например, можно хранить в хранилище данные промежуточные, которые которые мы будем прогонять через функции. Промежуточные данные можно хранить либо в хранилище, здесь у нас в контракте, вот в их примере, хранятся, допустим, в хранилище. Можно хранить в хранилище, можно хранить в памяти, можно хранить там, допустим, в кальдейта. К чему я это сейчас говорю? Солидность, как слоеный пирог. Мы не можем вот в этом разобраться, пока мы не поставим себе задачу, что для нас важно понимать, что место хранения данных влияет на газ. Иными словами, получается, что изучение языка само уже ставит упор, что мы будем для себя считать, что мы изучаем язык правильно, когда учитываем при изучении две вещи. Это цену газ и безопасность. И нам придется дальше постоянно выбирать что-то среднее между газом и безопасностью в ту или скоростью всегда придется курсировать. Почему? Вот сейчас один момент покажу. когда я делал уроки я обратил внимание, например, мы начали с чего? С ключевых типов по шаблону. То есть, если взять контракт, который мы взяли, да, мы видим, что здесь у нас массив и сопоставления. На уроках здесь, в первых уроках мы там уже посмотрите, первые уроки там бесплатные, там принцип поймете, будет более понятно. Сейчас я... Так вот, теперь давайте откроем вот эти типы, по которым мы сейчас затронули, да, они называются ссылочными. чтобы у нас язык получился действительно вот как изучение как слоеный пирог от простого к сложному и понимание шло, первый шаг, который сделал Андрей, сделал он правильно, он себе ответил на вопросы, то есть, создал план, на что он будет обращать внимание при изучении. Иными словами, как я уже говорил, начал себя готовить как программиста, который четко понимает, что ему тестировать. когда он вывел для себя понятие памяти, то есть, где хранятся вещи, промежуточные данные, то он, у него появляется несколько выборов, то есть, где хранить данные, как и описано. И вот, когда он это начинает понимать, тогда уже только в следующем этапе с тем моментом, когда мы начинаем больше и больше писать код, для него откроется следующий уровень. Оказывается, от, зависимостью от места хранения, язык будет действовать по-разному. одно дело это прочитать, другое дело понимать. Где-то будет создаваться ссылка, а где-то копия. Разница в том, что когда создаваться будет ссылка, тогда значение этой ссылки будет меняться постоянно, что будет влиять на любой код. Звучит сложно, но на самом деле объясняется очень просто. Заяц, лиса и волк знают, где лежит торт. Каждый может прийти и съесть этот торт. Если вторая ситуация есть, например, где создается копия, иными словами, каждый раз, если создается новое место с новым тортом, и он может быть там другим. Разница существенная, согласитесь. Но эти вещи, пусть я сказал, возможно, пока сложно, почему? Потому что сложно для человек, который первый раз смотрит, для участников школы немножко не так сложно. Эти вещи начнут открываться только после того, как мы поняли первично, для чего. То есть, когда Андрей понял, что оказывается у него есть три места хранения, это влияет на цену, то следующим этапом однозначно откроется, что есть же всего две ситуации, либо независимая копия, либо ссылочный тип. То есть, меняться будет от любого шороха, будет меняться само значение, что будет влиять новичку. Это ему будет дальше доходить. И так далее, так далее. То есть, я сейчас мысль, идею поняли. Вот моя задача привести к тому, чтобы это доходило. Как выполняется эта задача? В принципе, это все отработано на джанго. Зацеплю секунду. Вот здесь мы много в курсе джанго работаем с документацией. Те, кто проходил этот курс, курс джанго вместе с курсом солидити, это прекрасная вещь, потому что мы здесь работали с документацией. Сам принцип работы с документацией и системы работы с кодом, он обогащает. Как я говорил, сам принцип такой будет работать везде. Тем более дэап мы будем писать первый, дэап на основе джанго. Потом поймете, можно писать абсолютно на любом языке и на любом приложении. Так вот, здесь я ставлю задачу еще понимание документации. Заучивать ничего не надо, надо понимать, как это достигается. Мы в этом курсе также работаем много с документацией. То есть мы вместе разбираем, что здесь написано и понимаем это глубоко. Моя задача, чтобы человек подружился. Почему? Потому что учить ничего не надо. Надо просто понимать и знать, где найти. И когда придет момент, разобраться нам надо копия или все-таки ссылка, почитайте, как здесь есть. Он будет знать, где найти. А сам смысл в коде он откроется. Это проблем не будет. Когда ты знаешь, где найти, ты про это читал уже. А теперь ты готов к этому, ты его увидел на практике, что действительно газ больше и меньше, а результат не то. Значит возможно мне лучше создать или попытается допустим ага, вроде как память, работаем в контракте например, работаем в контракте с массивом, все просто, взяли хорошо, решили делать в памяти. Попробовали, потом дернулись чего-то изменить. Ага, а язык говорит, а в памяти я ничего не дам поменять. Быстро, а поменять не дам. Значит, получается, никаких действий, значит, придется действия доделать. эти вещи все начинают выплывать потом, когда они понятны. Сейчас я хочу донести одну простую мысль. Ребята, если есть первичные планы понимания как изучать, все остальное выстроится собой по коду. Само собой выстроится, потому что вы никак не обойдете это. В любом случае, когда вы начнете обдумывать свое приложение и писать код, то вы столкнетесь с тем, что оно просто не будет давать делать то, что вы хотите. И тогда, если человека приучить и понимать документацию, то он все равно придет к документации, он знает, где это находится, и просто для него это станет а, теперь понятно, о чем слова речь. Как это может произойти, когда это точно не произойдет? Это точно не произойдет, если человек не делает действия, как я учил, не пишет, не описывает свой код своей документации. Например, когда я говорил, что мы создали свою документацию, чтобы описывать язык, в который, допустим, мы начали собирать, что мы будем тестировать. А почему я сказал, что если не вести, то не будет понятно? Ребята, здесь все банально просто. Когда вы попытаетесь писать первые, описывать язык своими словами, у вас оказывается нифига нету слов. Тогда у меня вопрос. Если вы не можете на первом этапе вполне нормально выразить мысль по коду, то как можно эту мысль продумывать, когда не хватает слов? понятно, что продумывать вы не будете. Тупо сели за компьютер, нечто поучили, встали, пошли, пока покушали, уже все забыли. Это от чего происходит? Это происходит от того, что у человека нет системы работы с кодом. Сейчас я про это ничего не буду рассказывать. кому это интересно, вот этот сайт spb-tut.ru Здесь мы об этом говорили. Сначала я рассказывал, что такое система работы с кодом, потом мы на практике ее делаем в Django, то есть это по сути дело работа с документацией. Но один пункт скажу. Когда вы начинаете, мы с вами начинаем описывать, вот то, что я показывал пример, мы с вами ранее говорю, сделали Mark Daven и начали описывать мысли. Сначала получается криво-косо. Но потом мы начинаем все лучше и лучше описывать код. Как бы мы не писали, но мы функции называем функциями. Вот допустим, если мы даже обратимся, ведь для Андрея это язык новый, он просто изучает по ходу уроков. Но тем не менее, ведь у него появились уже те вещи, которые правильны для изучения. А правильны что мы считаем? Правильны мы считаем, что должна соблюдаться все-таки вещь, понимание написания шаблона смарт-контракта, то есть из чего в принципе принципиальный шаблон стоит. Дальше язык солидность и что тестировать. иными словами он уже должен до этого был сделать упор, что он будет изучать язык под углом, чтобы цена на газ была меньше. То есть это должно было произойти и произошло у него. я ему написал ну вот видите Андрей вы написали себе план что вы будете делать. А он и правду написал переосмыслил не поленился как и почему предполагаете что влияет на газ. Изменение значения области видимости да здесь области видимости влияют на газ. Как место хранения я задал вопрос как мы ранее смотрели Андрей формулирует прямо влияет на газ. Абсолютно верно потому что все таки вот как в компьютере с оперативной памяти допустим он быстрее будет работать чем с диска правильно но я не беру там SSD да то есть SSD я беру сам принцип да когда в оперативке допустим у вас там 30 гигабайт оперативки оно компьютер работает быстрее так же и здесь в хранилище будут данные храниться значит обрабатываться будут труднее но зато там возможны все операции в памяти быстро но операции невозможно можно сделать копию и получается мы должны будем выбирать да в данный момент нам надо сделать то или иное но это будет потом сначала как я говорил ранее повторяю второй раз Андрей должен был определить угол зрения изучения что он будет изучать язык таким образом что он будет понимать что мне надо при изучении понимать что влияет на этот газ и само собой когда он для себя вывел что оказывается место хранения влияет на газ то и ежику понятно и мне абсолютно понятно что он уделит время местам хранения а когда он уделит время местам хранения если дальше почитать да то конечно же я к чему вел чтобы человек себе запланировал написание функций вот он уже даже мысли да с использованием модификаторов то есть он себе запланировал функции надо изучить чтобы отлетали модификаторы надо изучить и понять а как же это будет влиять на газ на цену если допустим в Python я учил да ребята говорил в Python достаточно как изучить Python понять надо в первую очередь разобрать функции не так как делают большинство людей что проходили язык прошли за вечер функции пошли дальше там должно отлетать три вещи первая вещь считывание параметров здесь это тоже должно быть мы должны считывать параметры по взгляду иначе никогда не будет чтения кода второе вызов функции и исключения но в солидности этих трех принципов мало здесь мы должны добавить принципы нам надо понимать то есть опираться на само тестирование и снижение газа то есть нам надо добавлять сюда место хранения видимость функции все факторы собирать и постоянно себе записывать что влияет на газ и постоянно то есть подойти когда мы поймем что вот мы изучили язык это значит что мы можем написать любой контракт и оттестировать чтобы он работал с иголочки то есть цена и безопасность была нормальная хорошая да и цена на газ была цена качества да и все другие условия выполнялись вроде бы язык простой а по сравнению с обычным языком получается вещей больше на самом деле все что я говорил все это я учитываю в курсе и это и есть в принципе система работы с кодом с документацией но без пункта который я озвучил все таки ранее то что говорил вот мы подготовили да кто-то делал кто-то не делал но я решил записать это видео чтобы ребята отнеслись более серьезно то есть вот кто-то делает сам но Андрей вот делает вот получается для всех и ведь серьезные все вопросы я выношу в домашние задания и ведь видно как человек двигается да что он думает и всегда можно поправить но это помогает и другим ребятам это прекрасно так вот ведь мы не зря проделали эту работу чтобы создать документацию и поэтому он выполнил домашнее задание я посмотрел и прислал пример вот он написал да всем привет проделал настройку поведен на данный момент не стал усложнять то есть достроил себе документацию его устраивает дальше придет время он что-то поменяет но самое главное что он начал ее вести то есть вики проекта он для себя сейчас будет помечать я буду тестировать память я буду тестировать хранилище я буду тестировать кальдейта я буду тестировать область видимости я буду тестировать то у него есть перед глазами. Дальше мы будем записывать мысли. То есть, что человек начал делать, ребята? Сейчас я буду проговаривать, а вы про себя думаете, да? Либо вы краснеете и исправляетесь, либо махаете рукой, ну и, как говорится, хущим да хущим. Так вот, если вы изучали язык там, изучаете язык, допустим, месяц, два, три, пять, а кода кода, который вы понимаете уже лучше и лучше, не становится. Дело в системе работы с кодом. Раз. И дело в угле зрения на язык. Вот я же описывал тут Андрею. Представьте, вы вышли из дома и пошли по дорожке. Пошла одна дорожка, потом началась вторая дорога, вы вышли за город, идете по шоссе, идете, и так можете идти всю жизнь. А куда вы идете? Если по дороге, да? Ну, куда-то иду. А в языке у вас не получается, что вы тоже вот так по дороге идете или нет? А теперь смотрите другой вариант. А вы выходите из дома и знаете, что вам четко идти надо в магазин. Да? Вы дошли, купили там торт и уже несете, у вас настроение поднялось, потому что придут там, ну, например, там ваши друзья, с которыми вы вместе там покушаете торт, прекрасно поговорите, то есть будет общение, вам уже радостно, то есть энергия пришла, у вас была цель. Есть ли это цель? Так вот, и в языке то же самое. И вы делаете такое каждый день. Ведь вы тоже храните где-то данные. Смотрите. Первое. Сходи в магазин, купи хлеба. Ваши данные где? Вы сохранили в голове. Это память. Вы просто храните в голове, но вы с этим ничего не можете поделать. Не, конечно, вы можете там подумать, я куплю не хлеб, а батон, но для человека, например, жена сказала, купи хлеба. Она не поймет, если вы вместо хлеба принесете батон, потому что требовался хлеб. То есть вы ничего изменить не можете. Вы можете только запомнить и выполнить. Или вы идете с бумажкой. Это кальдейта. То есть то, что можно прочитать, но нельзя изменить. Нет, я понимаю, вы можете сказать, я возьму ручку. Нет. Вы же тогда зачеркнете. А так нельзя. То есть вы идете с бумажкой и по списку берете кальдейта. Вы можете только читать, но поменять. Либо вы идете с телефоном. Открыли вайбер. Говорит, так, той колбасы нету, есть другая. Бац, поговорили, изменили. То есть это уже хранилище. Телефон как хранилище выступает, да? Где можно обсудить, где можно поменять. То есть вы это используете. Так же и язык составлен. Так я зачем вам рассказывал про дорогу? Ведь так же многие изучают язык. Изучаю? Что-то там изучаю. Сегодня одно, завтра второе. Ну что, ты выучил? Писать можешь? Неа, не могу. А что ты делаешь? Ну я там смотрю видео, то делаю. А писать? Пробовал свои мысли? А, нет. Нету времени. Ты что? А как же мы будем думать, ребята? Вот как можно, когда вы попробуете делать то, что я рекомендую, вот в школе приходите, да? И попробуете записать. Одно, второе. Код описывать. Тогда у вас начинает, оказывается, сложно это делать. Но потом начинает, вы начинаете, во-первых, опираться на документацию. И у вас начинается что? Вы начинаете свои мысли, свои мысли описывать словами. То есть, и потом код описываете словами. Вы формируете, как тут правильно выразиться, в общем, вы меня поймете. Считайте, может, я сейчас просто не придумал другого, да? Речевые, как бы, обозначения. Пусть они не всегда будут правильные, но я говорю, основное вы все равно сделаете правильно. Функцию вы не зовете Васей, да? Функцию вы назовете, скорее всего, функцией. Какой-то тип данных, если он называется, допустим, сопоставление, то вы его назовете сопоставлением. Объясните, что вы будете понимать. Но это будет становиться лучше и лучше. И в конце концов, у вас мысли-формы вот эти начнут оформляться в нечто более конкретное. За мысли-формой функция, допустим, хранения в памяти для Вас будет всплывать слово memory. То есть, Вы четко будете понимать. И Вы, когда прописали код раз, два, три, пять, у Вас уже и результат есть. И тогда вот наступит тот момент, когда Вы просто идете, гуляете, пошли проехаться на велосипеде, идете в магазин, и Вас, бах, дошло. Ой, я сделаю так, прийти домой и уже пишите код. Это обязательно начнет происходить. Но сначала Вы должны наработать, подружить себя, свои мысли с языком, чтобы мы могли спокойно выражаться. Ну и до этого все, что я говорил, да, то есть угол зрения на язык. Я тут не все написал. Я просто показал, вот, как это сделать профессионально, изучить, да. И теперь Вы понимаете, что если смотреть, допустим, уроки и в первую очередь отвечать на вопросы, ведь я говорю, есть документация, есть интернет, но Вы должны ответить на вопрос и пропустить через себя. Тогда у Вас приходит именно понимание. И вот в данном случае я и показал, что Андрей сам для себя, как бы, да, мы делаем вместе, но он выводит для себя формулу изучения языка. Он именно через свои мысли прогоняет, зачем ему изучать функцию, зачем ему, он через себя прогоняет и ставит такие понятия себе, вопрос к понятиям, что мне надо изучить язык таким образом, чтобы я мог цену на газ сделать минимальную. это зависит, он себе объясняет, от места хранения данных, они могут храниться либо в памяти, либо в хранилище, либо в стеке, либо в кальдейте, если берем, то есть он проявляет, этим он формирует для себя план. И теперь Вы мне скажете, что новичок не может этого делать? Может! Может! и делает, только надо делать. И далее, если он себе записывает, то есть по сути дела для себя изучение языка, то есть изучение блокчейна на этапе только языка именно вкладывает понимание и шаблона, и изучает язык, опираясь на принципы газа и безопасность, но при этом сразу выводит, что тестировать, что он будет тестировать хранение данных, видимость функций, то есть и смотреть реально газ, и при этом все это записывает, то что будет, ребят? Да он выводы начнет сам делать, просто ему начнут подсказывать его же текст, сама жизнь начнут вот тогда проваливаться в фишки, и теперь вы мне скажете, что язык изучить трудно, или там человек, который только начал, ему он не может себе составить план, я вам приводил пример, выйдите, вот в мире много дорог, если бы вышли, шли, одна дорога переходит во вторую, шли-пшли, устали-пшли, и все. Так у многих и так вот именно изучают язык, год-два все изучают, изучают, что изучают, сами и не знают. А если есть конкретная задача, как изучить, то дальше просто работаем и изучаем, ага, сегодня понял, что как в памяти, завтра понял, как в хранилище писать код, послезавтра и знаешь, зачем, то это все дает энтузиазм, и ты понимаешь, что ты двигаешься. В принципе, может быть сложновато, ребят, но не было времени на подготовку, моя задача была просто, ну, я-то увидел на подготовку, нет времени, да, не было времени, просто моя задача была озвучить саму идею, да, на примере конкретного человека, кому интересно, приходите в школу, кто хочет работать по моей методике, смотрите урок, делайте по порядку, делайте по порядку, и старайтесь просто делать, прогонять через себя, то есть все вещи, которые есть в домашних заданиях, участвуйте в группе, в общем, ну, делайте, иными словами, не так, что взял и там пробежал, переосмысливайте, прогоняйте через свой опыт, все получится, я не вижу каких-то проблем, чтобы не изучить там блокчейн и любой язык, тем более мне нравится питон, блокчейн я рассматриваю как ответвление, как просто технологию, язык тут действительно, он сам по себе очень маленький, и по сути дела не такой уж простой, согласитесь, на самом деле копануть, вот с того, что я рассказал, да, но все вылазит как пирог такой слоеный, да, но следующий слой вы будете понимать только тогда, когда вы правильно поставили себе вопросы к первому слою, а если вы не знаете, что, допустим, там на газ влияет место хранения, то будете писать какой-то код, да, и в принципе есть люди, которые так и делают, но устраивает их, но если мы хотим с вами быть профессионалами в этом вопросе, то давайте относиться вот таким образом, тогда точно получится, да, в принципе, я что хотел сказать, я сказал, то есть то, что получится у любого человека, кто будет в таком стиле работать, я не сомневаюсь, это же ну, гадалки не ходи, вы сами четко поняли, что если вы уже поставили задачу, что давайте подведу итог, да, хорошо, пришли, пришли вы новичок, я вот не знаю, что, ну, делаю один урок, второй, тут домашнее задание, ну, в конце концов, разобрали, что такое газ, что это цена за транзакцию, ага, решили, что мне надо изучить язык таким образом, чтобы цена на газ была меньше, а что ж на это влияет, еще раз, про безопасность не забываем, но пока опустим, ладно, ну, ну, вот, давайте попробуем таким способом, сначала давайте разберемся вообще, шаблон смарт-контракта, они все похожи, да, два-три шаблона вам хватит, остальное пойдет творчество, вы своих там фишек напридумываете, но в принципе будете понимать, шаблону цепляем изучение самой солидности, тоже все банально просто, иными словами, ну что, видим, переменные все хранятся в стракт, ага, давайте разберем, что такое стракт, ну, структура, может, разные виды, все, мы это в школе разбирали, дальше, у нас есть куча функций, но куда-то это надо сохранять, надо, значит, видим массив, а тут всего три вида, три вида таких данных, ссылочных типов, три вида всего, что тут разбираться, вроде бы просто, но на самом деле, на самом деле, если мы ставим, что при изучении языка делаем вывод, да, мы должны понимать, что нам тестировать, то есть, а в чем заключается наше тестирование, ну, понятно, чтобы делалось то, что надо, в данном случае, если там, допустим, у нас пример аукциона, значит, должен проходить аукцион, какие-то действия, но при этом, нам четко надо понимать, что цена на газ должна быть как можно меньше, и это мы будем тестировать, и безопасность должна быть, а у нас сразу стоит вопрос, а что же влияет на эту цену на газ, а мы для этого и сделали документацию, и пишем себе, ценный газ влияет на место хранения, и записываем память, вот это я уже буду тестировать, когда все понятно, ребят, то в принципе, в чем проблема, изучай, да тестируй, то есть, каждый из вас четко понимает, что таким образом изучить можно, но это я такой умный, потому что я языки, языки начал изучать с 2008 года, вот, и это уже совершенно не первый язык, но даже 4 года назад, когда я подошел к солидности, то вы знаете, у меня первые недели две был раздрайв, то есть, я в принципе, не мог сначала уловить, в чем же фишка этого языка, по сути дела, все банально просто, то есть, я когда посмотрел, я сразу понял, здесь смешали C, Python и JavaScript, я нашел подтверждение действительно так, из трех языков они сами написали, потому что многое меня напоминало, сам шаблон написания напоминает C, многие вещи напоминают Python, тоже поведение переменных, многие вещи напоминают JavaScript, но, недели две я разбирался, мне в принципе было понятно, но я понимал тогда, что что-то я не могу уловить, в конце концов, когда я разобрался, что в принципе хороший контракт, это еще и учитывание цены за газ, это, само собой, безопасность, и оказывается, тут начало вылезать и место хранения, и потом, только до меня, уже тогда дошло, да, года четыре назад еще, что, потом уже я начал видеть, ну, после нескольких языков, к чему сейчас веду людей потиху, то вся глубина, вот как только поставлены вот эти вопросы, краеугольные, с какой стороны, то есть газ, безопасность, от чего это зависит, то начинается, сразу легко вылазит следующий этап, нам просто идет, когда мы, это, начинаешь понимать, ага, оказывается, если, либо ссылка, либо копия, совершенно разные ситуации, для кода, сейчас это не будем уговаривать, но просто я говорю, вот это все начинает происходить, после того, что мы поставили, сделали до, о чем мы говорили, вот это я хочу, чтобы вы уловили, то есть, само собой, это не произойдет, ну, все, ребят, спасибо за доверие, то есть, все получится,